Болят мышцы после тренировки. Если вы занимались в зале хоть раз в своей жизни, вы знакомы с таким явлением, как боль в мышцах на следующий день или через сутки. Почему это происходит? Как от этого избавиться? И хорошо ли это? Разберём всё по пунктам. Мышцы болят после тренировки в нескольких случаях, и только в одном физиологическом. Это хорошо. Патологические же случаи свидетельствуют либо о травмах, либо о перетренированности. Я начну с физиологической боли. Исследования, проведённые лабораторией фундаментальных проблем, теории и физической, и технической подготовки спортсменов при НИИ спорта, показали, что у нетренированного человека в мышцах присутствуют миофибрилы разной длины. Во время тяжёлых упражнений короткие рвутся. Именно это и вызывает боль. Со временем миофибрилы становятся одинаковой длины, и боль становится меньше, либо исчезает совсем. То есть боль в мышцах – это результат микротравм, получаемых во время тренировки, а не действия молочной кислоты. Как многие думают, молочная кислота полностью выводится в течение часа после тренировки, а большая её часть – сразу после тяжёлого упражнения. Следовательно, она является источником боли только во время тренинга, но не после. Бывает так, что мышцы начинают болеть на второй или третий день после тренировки. Такое явление называется запаздывающая мышечная боль, или НЗП. Связано это с увеличением микротравм в мышцах на следующий день. Происходит такое чаще всего из-за смены программы тренировки – увеличения весов. Существует распространённое мнение, что если мышцы не болят, значит они не растут. С одной стороны, это верно. Как мы уже выяснили, болят мышцы в результате микротравм, при заживании которых они и растут. Но, если вы занимаетесь продолжительное время, и у вас перестали болеть мышцы после тренировки, это не означает, что тренинг проходит зря. Как я уже ранее говорил, наши мышцы адаптируются к нагрузкам, начинают быстрее восстанавливаться, из-за чего боль и отступает. Соответственно, отсутствие боли не означает отсутствие результата. Просто вы привыкли к своей программе, либо ваши мышцы стали очень быстро восстанавливаться. Однако, боль хороша только тогда, когда она правильна. Если долгое время вы испытываете непроходящую боль, или это боль не в мышцах, стоит прекратить тренировки и обратиться к врачу. Возможно, вы получили травму, которая требует вмешательства специалистов. Хоть боль и означает рост мышц, ходить с такими ощущениями не очень приятно. Сколько конкретно будут болеть мышцы, сложно сказать. Это зависит и от вашей тренировки, и от тренированности. Существует среднее значение. Большие мышцы полностью восстанавливаются в течение от 6 до 7 дней, маленькие в течение от 3 до 5 дней. Конечно, есть способы ускорить этот процесс, или просто уменьшить боль. И сейчас я вам об этом расскажу. Главные условия для восстановления – создать благоприятную среду. Хороший сон и отдых – залог быстрого восстановления. Массажи – горячая ванна или контрастный душ после тренировки. Сауна – поможет разогреть закостенелые мышцы и разогнать кровь. Не забывайте о разминке перед тренингом. И заминки после – это поможет вашим мышцам. Спортпит сразу после тренировки также является хорошим способом ускорить ваше восстановление. При использовании лекарственных средств необходима консультация врача. Как я уже говорил, вначале только физиологическая боль приносит пользу. Существует несколько видов патологической боли, при которой следует прекратить тренировки и обратиться к врачу. Если боль не проходит в течение недели или усиливается, каждый день болят суставы, появляются при пухлости и покраснении, щелчки и треск в суставах, боль при движении позвоночника, то вам следует приостановить свои тренировки и заняться лечением. Также боль может быть признаком перетренированности. Понравилось видео? Обязательно ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»